Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Валерий Буфыновский. Прочитайте эту фразу. Изучите три языка с нуля, Python, Kotlin, GC. Пишите сайт и мобильное приложение, а также смешанные масштабированные приложения с сервисами, с интеллектом. Обучение с первых разработки, с первых шагов. Итак, ребята, да, возможно, вы себе представили, что это навряд ли возможно. А я в течение этого видео вам покажу и докажу, что это вполне реально. Итак, смотрим сюда. Сначала боимся, потом не будете бояться. 500 строк кодов в день. Много? Вроде много. Но сейчас будет более страшная цифра. 7000 строк кодов в месяц. Страшно? Страшно. Черт, а два, ребята. Вы ошиблись. Вот я готовил задание. 500 строк кода с комментариями. Вот готовил тему последнюю по функциям. Здесь почти 150 строк кода. Это два часа. Ну, значит, все-таки 240 строк кода легко. Покажу как. Итак, теперь давайте посмотрим, почему реально выучить язык. Выучить язык и стать профессионалом. Вы знаете, я первый язык учил в C, потом у меня был Python. Это было в 2009 году. С 2013 я начал вести школу. Сначала у меня был подход, в принципе, как и у всех. Я начинал со строк и так далее, и так далее. Это работает плохо. Человек не может собрать в голове, когда он начнет писать код. Поэтому с 2017 года я задумал выращивать профессионалов. Теперь я вам покажу, что в этой школе есть то, что нет других. Это 100%. На сегодняшний день переделал сайт. Мы начали с функций. Все банально просто. Давайте посмотрим. Python Kotlin DC. Посмотрим сейчас. Теперь сам смысл. Вот смотрите. Функции тотально. Итак, примерно 7 страниц. Еще это у нас сейчас 33 урок. Вот эта тематика будет уроков 10, где-то 43. Под 50 уроков. Что мы делали 50 уроков? 50 уроков мы делали всего лишь одно. Мы изучали только параметры и вызов функций. Кроме этого, мы изучали исключения. Зачем? А вот давайте подумаем. Если открыть язык, да, вообще, сайт, то там будет куча информации. Она вас может совершенно не касаться. Ведь не имеет значения, сколько на сайте информации. Имеет значение, что вы будете использовать. А давайте вот здесь вот почитаем. Сейчас, секунду. Не почитаем, а подумаем. Вот у нас обычная функция, да? Функция. Функция, если мы берем языки JavaScript, берем Python, берем Kotlin. Это основная единица. Функция. Ребят, я показал, что функцию можно сразу, вот придя в язык с нуля, уже знать на отлично. Дело лишь в том, что изучать, как изучать, каким образом изучать. И если делать, как мы с вами взяли здесь, да, просто я с вами прошел от нуля, и мы с вами изучали всего лишь параметры и вызов функции при помощи аргументов, да. Но мы взяли все аспекты на выходе. И я рекомендую вам требовать от себя, чтобы вы знали, даже в голове представив, какие бывают позиционные, с ключевыми словами, как вызывать. То есть все это есть в уроках. Но вы требуете от себя, чтобы вы знали, только посмотрев на функцию, вы четко понимали, как ее вызвать, что она принимает, что передает. Без этого ничего дальше не будет толкового. Кроме этого, все исключения, которые мы получали, да, вы должны четко знать. То есть я вот делаю так, например, да, и вас буду учу в этих уроках. То есть я еще не вызвал функцию, но я уже говорю, что сейчас будет исключение. У вас не должно быть у участников школы, кто, кто будет принимать мой метод, такие вещи, там не указаны, позиционные аргументы. Этих вещей не должно быть. Это говорит о том, что человек прилетел в функции. Когда изучены работы функции, скажите, Python, у меня такой вопрос. Как вы считаете, если я возьму Kotlin, да, у меня возникнут вопросы? Нет. Увидите. Пройдете уроки, увидите. Хорошо, открываем Kotlin. Скажите, пожалуйста. Ну да, другой синтаксис. Но на самом деле те же функции в Python, они намного сложнее, чем в Kotlin. Kotlin язык со статической типизацией. Здесь все просто. Они вам сразу все определили. У нас вызывается все как в Pascal. Значит, если мы изучаем функции Python, но надо один язык выучить так, чтобы... И не то, что вот я изучил функции, вот отвлекся от компьютера, пошел в магазин. И я туго могу вспомнить, что я там вообще делал. Значит, вы ничего не делали. Ребят, 240 строк кода в день. Вот я готовил занятие, уже 150. 240 строк. И поверьте мне, что вы будете примерно писать так. И рассуждать так же. Хорошо, вы будете после этих уроков, когда пройдете знать... Сейчас я пишу там аргумент. Написал слово просто. Я точно знаю, что это позиционный аргумент. Дальше. Я написал... Там 2. Это я знаю, что у меня... Это значение по умолчанию. Я знаю точно, что если я сейчас напишу арг 2 здесь, то функция выдаст ошибку. По одной простой причине, потому что не могут быть позиционные аргументы после аргументов с ключевыми словами. Я точно знаю... Я просто говорю, вот как вы будете рассуждать. Сейчас ошибки не будет. Я точно знаю, что... Как я могу вызвать? Если я вызову myfun, я уже знаю вот так, без параметров. То я получу ошибку. Отсутствует 1. 1. Позиционный аргумент. Правда? Правда. И если вы потом набираете, изучаете язык год, ребята, и набираете, когда у вас такие вещи, и пытаясь найти ошибку, ребят, это очень плохо. Это страшно плохо. Зачем тогда что-то делать? Ребят, ведь все просто. Я к этому пришел, да, через 11 лет. Как прибытователь я понял, что надо дать работу функции с иголочки. От и до. Почему? А потому что в голове появляются ключи. Скажите, пожалуйста, вот представьте себе дачника, который едет на дачу, да? Ведь дачник как рассуждает? Как он построит теплицу? Какая у него там земля? Какие удобрения он рассуждает, потому что у него есть для этого определенные ключи. Земля, теплица, удобрения. Если мы пролетели функции, и вдруг получаем такую ошибку, и при этом, вы знаете, как баран, на нее смотрим, что это за страшное исключение? А, ребят, такого не должно быть. А не должно быть по одной простой причине, что это значит, что человек просто, вот как, знаете, так посмотрел, вот функции пишутся так. Тогда, извините меня, ну и дурак этот Бавсуновский нашел функции только, чтобы понять параметры. И как вызывать, нашел, чем заниматься. Вот 33, еще 10, а 47 уроков по 10 минут. Давайте посчитаем. 47 будет где-то примерно умножить на 10 минут, примерно урок 470 разделить на 60 равно, бля, ой, извините, что рухаюсь. Мы нашли о чем разговаривать целых 7 часов, но разобрали раз и на всю жизнь. Больше ни в одном языке не возникнет вопросов, что за параметры, как вызывать. Извините, ребят, так у вас появляются ключи для мышления. Я начинаю рассуждать, для программы мне надо позиционные аргументы или аргументы с ключевыми словами. Если мне не надо, чтобы пользователь видел, значит я ставлю позиционные. Если мне надо много аргументов, я пишу программу, например, где будет заменяться текстовой редактор, потом Markdown, правильно, я тогда думаю, мне надо Quarks, много аргументов. То есть у меня появляются те ключи, которыми я могу размышлять, параметрами, да, то есть они для меня становятся живыми. Тогда это мне действительно не надо. То есть живыми. Пробуем. Все. Сейчас пробуем. Опять будет ошибка. А, видите, два, оказывается, здесь два параметра, а надо вызвать один, почему. Так все это мы изучали в уроках. Можно поставить так и уже будет все нормально. На самом деле, когда мы четко понимаем, это первый шаг, а теперь подумайте, в любом языке куча информации, а она имеет отношение к вам, пока она не имеет. Имеет отношение знания. Знания надо выстроить, они выстраиваются совершенно просто. Если основная единица в программе это функция, значит, наверное, стоит изучать функции, правильно? Ну, давайте подумаем. Функции. А как изучать функции? Просто написать не получится. Не будете профессионалом. А я представляю материал таким образом, чтобы вы, тот, кто изучает, если мы проходим параметры и вызов, это было на отлично, это блестело, это было на всю жизнь. И это было так, чтобы вы вышли из-за компьютера и идете рассуждаете. Так, позиционный аргумент я так запишу, аргумент по умолчанию так, вызывать, то есть параметр, вызывать я могу, вот так, 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 если по-другому вызову, то получу такое-то исключение. Это нормально. Это вы начинаете разбираться в теме. Функции прошли. Дальше. Мы коснулись здесь типов данных. Вот дальше начнем. Типы данных полностью, хотя мы коснулись уже кортежей, словарей, и будем их приписать в пределах функции, используя инструкции. If else. Дальше. И так далее. Но скажите, а как можно писать функции, когда мы не имеем представления о параметрах всех? Ну, я говорю, 7 часов. Вот я нашел, чем заниматься. Но это еще не все. Для вас, вот эти 7 часов, для вас это только начало. Кто хочет писать код, реально сложные вещи. Реально, чтобы было реальностью, вот как здесь. Именно на это заточено. Изучите 3 языка с нуля, пишите сайты, мобильные и смешанные предложения с сервиной частью интеллекта. Поэтому, ребят, если вы проделали там занятие, написали одну функцию и все, пошли дальше, а потом проходит время, вы ищите такую ошибку, то вы ничего не изучали. Вы просто где-то что-то подсмотрели. А я говорю, чтобы было так, чтобы вы полностью знали. Откроем Kotlin. Мы знаем, когда мы знаем, что такое параметры, как они работают, что такое аргументы. Скажите, пожалуйста, имеет ли значение язык? Да не имеет никакого значения язык. Посмотрели синтаксис? Дальше. Читаем. Все банально просто. Мотаем параметры. Все. Вот здесь вся умность. Pascal, имя и тип. В Python все намного сложнее. Дальше. Аргументы по умолчанию. Так мы изучали, мы и так знаем, что это такое. Только посмотрели, как записываются. Тут именованные аргументы. Да мы же тоже это с Python знаем. А что вы думаете, в языках что-то новое придумали? Да нет. Все одинаково. Когда мы знаем, так что нам изучать? Нам посмотреть только синтаксис, мы уже понимаем, как писать. Или вы думаете, в DC что-то другое будет. На второй язык мы практически не тратим времени. Хотя в школе мы изучаем Python, потом функции, также прорабатываем параметры и аргументы. Kotlin, также DC. Дальше что? Дальше все очень просто. Дальше у нас идут. Логически. Класс. Классы. В классах есть методы. Метод это та же функция, только с первым обязательным параметром. Цель. Поэтому изучив функции, мы в классах методы уже знаем. Значит нам в классах разобраться только с некоторыми вещами. Ведь самое сложное в классах это писать методы, да? Которые что-то учитывать, да? Да ведь это надо знать функции. А дальше умностей там нету. Наследование, абстракция. Это все в течение там двух минут показал и понял. Все. Ну. Так вот я говорю. То, что есть там где-то в книгах, то, что есть в документации. Важно то, что, как вы считаете, что вы будете изучать. Чем, я для этого много видео пишу. Чем точнее вы понимаете, как вы будете изучать. Все это дальше у вас есть костяк, оно обрастает. И типами, и встроенными функциями, и всем чем хотите. А теперь самое важное показать. 250, что срок года. Для гурманов говорю 500. Сейчас здесь это с комментариями. Здесь где-то 150, ну, уже 150, да? То есть, это вот подготовка. Два часа работы у меня было. Я готовил материал. Последние шаги. То, что нового в Python появилось, да? Чтобы рассказать уже. Теперь, смотрите. Видеоурок, который мы смотрим, вообще важно быть в школе. Это самое главное. Потому что видеоурок, который мы смотрим, это только первый шаг. То есть, видеоурок, это не исчерпывающая информация, которая ведет там к пониманию. Это начало работы. Когда-то очень правильно сделал Мурат Телегенов. Вот я тогда, он себе расписал. Распиши. То есть, что расписать? А как вы будете работать с кодом? Ведь важно, важно работать с кодом правильно. Почему? Вот когда-то я писал одному парню, сейчас писал в сообщениях другому парню. Здесь появились на сайте совет из группы, да? Некоторые, ну, просто выписки. И там Павел писал. Юнит, пока я так понимаю, а позже, возможно, разберусь. Я ему написал. Павел, вот это и есть ваша ошибка. Почему? Потому что это и есть привычка. По сути дела, все просто. Итак. Просмотрели урок. Это первый шаг. Проделать код урока. Ничего сложного. Это понятно. Просто идет пока повторение. Дальше. Переписать этот код со своими данными. Уже в два раза больше кода. Дальше. Прокомментировать подробно. Ну, извините меня. Я объясняю, комментирую, да? Чтобы не потерять мысль и не выбросить какие-то важные моменты. Потому что зачастую понимаешь, видишь, но надо еще проговорить. Это важный очень параметр на самом деле. Многие как делают? А, понял, побежал дальше. Проходит год. Приходим к результату. Код вижу, писать не могу. А почему? Так это же очень просто, ребят. А вы сколько уделили времени для того, чтобы излагать код? Для того, чтобы... Вот что здесь написано? Для того, чтобы проговорить. Функция. Имеет параметры. Арк. Позиционный аргумент. Кей. Аргумент по умолчанию. То есть параметр по умолчанию задан. Дальше позиционный аргумент. Данная функция работать не будет. Так как позиционные аргументы не могут идти после аргументов с ключевыми словами. Мы получим исключение. Какое исключение? Синтактическая ошибка. Ошибка синтаксисов. То есть так записываться нельзя. Аргумент не по умолчанию следует по умолчанию. Иными словами позиционный аргумент следует за аргументом по умолчанию. Что нельзя. Если вы на это не уделили время, то язык на вас точно время не найдет. Как ему прорастать, ребята? Это все у вас есть. Ведь я приводил пример. Вот в школе есть... Если с нуля мы... В разделе с нуля что мы делаем? Мы учим языки. В разделе становления мы работаем с фреймворками. А в разделе разработка мы нарабатываем конструкции. Декораторы, миксины, if, else. То есть начинаем нарабатывать, думать. Но ведь, понимаете, ведь доходит до абсурда. Когда спрашиваешь, ну, напиши декоратор. Человек столько математики вложит, да? А сидя вот в комнате, да? Или выходя там на кухню попить кофе. У него даже... Он это не рассматривает. Это не вложено, это не тренировалось, что чайник, кофе, чай, это тоже декоратор. Та же кружка, тоже те же действия. То есть та же функция действий. Иными словами, взял чайник, закипятил, налил воды, но один раз поместил кофе в другой чай. Так это и есть работа декоратора, только в жизни. Ладно, поехали дальше. Прокомментировать. Ведь нам надо то, чем мы будем рассуждать. А как можно рассуждать, если мы прошли функции, функция это основное, и мы получаем исключение, например, такое, и бегим к гуглу, да, вместо того, что мы можем его получить, знаете, когда? Ну, писали, отвлеклись, но сразу исправили. Но когда мы залазим в гугл и ищем, а что же это такое, ребят, это называется база упущена. Есть базовые понятия. Например, работа функции, параметры и вызов функции, она одинакова практически с маленьким разом во всех языках. Если эта база не усвоена, то дальнейшая работа вызывает только мучения. И именно, получается, мы бежим с такими вот исключениями, ищем их, хотя это и есть база. Этих исключений просто не должно быть. Но для этого надо писать 7000 строк кода в месяц. 250 день хотя бы. Дальше рассуждаем. Ведь комментирование кода – это не только рассуждение. Рассуждение – это главное. Это значит, когда вы будете идти в магазин, вы будете думать, так, я пишу программу, все-таки мне, наверное, там она будет, программа для пользователей будет, там, наверное, лучше ключевые по умолчанию поставить. То есть начнется рассуждение. Но кроме этого, вы начнете читать документации. Все эти пункты настроены на то, чтобы человек умел работать с документацией. Что такое язык? Вы что думаете, язык – это запомнить? Нет. Язык у вас есть. Вы же программист. Не доказывайте мне обратное, потому что это так и есть. Ведь вы идете в магазин, понаблюдаете за собой. Вы открываете дверь. Ведь это идет мысленная конструкция. Но это работа функций, мини-функций. Действия ваши. Вы заходите, вам надо колбаса. Вы видите вывеску прямо, у вас там воды. Вы решаете, что пояс, включаете в мозгах пояс, ищете, где вывеска мясные изделия. Ага, мясные изделия. Значит, я поворачиваю направо, иду туда. То есть вы от природы программист. Единственное, что вам надо научиться, это овладеть техническими знаниями, как это передать компьютеру. Поэтому получается, что когда вы комментируете код, вы на самом деле нарабатываете много. Вы начинаете ясняться языком. Вы начинаете как-то называть понятия, потому что когда вы их называете, они имеют имя. Передаем позиционный аргумент, передаем именованный аргумент, параметр по умолчанию, только позиционные аргументы, или там только обязательный аргумент. Это и есть для вас именно те ключи для размышления, которые уже полностью подменяют в мышлении, и вы понимаете, о чем идет речь. Кроме этого, вы начинаете читать документацию. Вы начинаете понимать. Дальше. Проделали урок, вот это все мы сделали. Заходим в документацию, и смотрим, что там. Проделываем уроки с документацией. Еще будет достаточно строк кода. Дальше. Проделываем в джупитер. Джупитер лап лучше. Вот джупитер лап, это почти, ну, как еды. А тут можно и в маркдаун, и все. Чем отличается? Когда мы в обычной командной строке записали, как только мы закрыли, весь код убрался. Здесь мы сохранили, открыли, дописали, документировали, еще раз поняли, разобрались. То есть, командная строка, которая сохраняет. Очень удобно. Мы в школе работаем с джупитер лап. И работаем с тремя языками в ней. И с джи-си, и с котлен. Это все возможно. Дальше. Понимать код и разбираться сразу. Понимаете? Вот то, что я говорил Павел, делал вот, да, таким образом, что он говорит, юнит, котлен, я разберусь потом. Но я ему все-таки задал. Сказал, что надо разбираться сейчас. Я не говорю во всем. Но в том, в чем вы разбираетесь сейчас в коде, вам должно быть все понятно. Если не понятно, надо разобраться сейчас. Почему? Потому что базовых конструкций в коде не так много. И если мы с ними разбираемся, то далее нам код становится все понятнее и понятнее. Всегда надо идти от кода к докам. То есть делаем сейчас, мы, допустим, в данном случае, мы делали новое, что появилось в языках, только там, только позиционные аргументы, то есть появилась касающаясь черта и звездочка. И потом идем к докам. Читаем, да, то есть и мы уже начинаем понимать, что доки мы понимаем. То есть сначала идет так, потом вы уже в любой из сторон будете понимать доки. Следующий момент. Продумайте примеры из жизни и ассоциируйте. То есть по сути дела всегда можно подумать. Я прихожу на кухню, делаю чай. Как бы садитесь, записывайте эту же функцию. Вот что для меня чайник? Это обязательный параметр или нет? Может быть чай без чайника? Нет. Значит, чтобы мне приготовить чай, у меня должен быть обязательно чайник. Значит, наверное, я что сделаю? По умолчанию чайник. Второе. Мне надо сахар, либо не надо, да? Либо сахар можно поставить, ну, кому как. Дальше. Чай. Обязательно, чтобы попить чая? Значит, один обязательный, еще один обязательный параметр. Да? То есть продумайте, как бы я это сделал. Начинайте ассоциации, потому что именно идти, вот так прорастает язык. Дальше. Самое важное быть в школе. Быть в школе, чтобы пропускать эту информацию, работать в группе, получать подсказки. То есть важно, я не говорю там, чтобы быть там в школе Бувсуновского, чтобы скажете, что реклама. Я говорю, что быть в том месте, где вы обучаетесь, чтобы получать постоянный поток информации по программированию, начать жить этим. Понимаете? Часть жизни, чтобы было делать все домашние задания и создавать записи маркдаун, как я в школе учил. То есть если мы смотрим проекты, да, вот я открываю там проект, то у меня есть вот сколько всего, да. То есть я описываю документацию. Я всегда говорил, любой проект начинается с документации. Но вы делаете пока документацию по изучению. Скажите, пожалуйста, я сказал, что сложно. Вот так проделав, да, здесь нету ничего, код про, здесь кое-чего не хватает. Назовем 3А. Проделать уроки с интернета. В чем здесь фишка? Когда вы проходите, то есть прошли уроки, например, вы начинаете еще набирать. То есть у вас в данный момент совершенно реально начинает работать то, что вы заложили. Почему? То есть вы вводите осмысленное название, позиционные аргументы, вы их изучали, вы получаете в поиске то, что вы уже узнаете. То есть вам это понятно. Это идет закрепление. И когда вы просто проделываете еще нескольких каких-то уроков, то это идет плюс копилку. Узнаете какую-то информацию. И я еще говорил, что документацию рассматривать плюс 1. Когда вы зашли в документацию, ну, например, Джанго покажу. Допустим, керюсет, то есть выбор, выборка с модели. Мы рассматриваем плюс 1, да. То есть, если мы взяли, например, чтобы было удобнее показать, допустим, вот мы смотрим API, да, ордер, то есть вот у нас мы видим, что все здесь указаны по умолчанию, то есть мы уже прошли функции, да, в классе, да, и в классе то же самое получается. В любом случае мы видим, да, по умолчанию здесь все. И плюс 1, смотрим урок, да, то есть плюс 1. К документации языка относится это, конечно же, просмотр PEP, либо типа данных. Заканчивая, я скажу. Иными словами, школа построена теперь таким образом. Мы берем тематику, мы понимаем, зачем мы ее берем. Если в данном случае функция основная рабочая лошадка, мы взяли функцию. Чтобы понять, как работает функция, мы должны сначала разобраться, как записываются, прописываются параметры, как она вызывается. Все варианты рассмотреть. Рассмотреть исключение. Вот это я называю мы разобрались. Мы можем идти дальше. Теперь мы можем уже дальше переходить к телу функции действительно эффективно. Обладая эффективными знаниями по параметрам и по вызовам, мы можем уже работать с телом функции. Почему? Потому что мы уже понимаем, что она принимает, что возвращает. То есть у нас уже появились мысли, которые названы определенными именами. То есть все параметры, они у нас названы, мы понимаем, что это, мы понимаем, что обозначает, мы понимаем варианты. Вот тогда мы можем уже рассуждать дальше. Заполнение функций при помощи типов данных. То есть если мы бы рассуждали на кухне, мы бы записывали попить чай, мы бы могли сделать функцию, то есть уже записывать ну тут немножко то есть мы уже когда знаем, что как работает, а тут мы, я немножко не то сделал, ребята, это же я вызывал. Мы можем уже заняться чем? Правильно, писать тело функции, рассуждая, и уже думать, а в какой тип данных нам разместить чайник, в строку, эти все элементы, чайник, сахар куда? В список, либо в словарь всунуть. Ну надо же как-то их сохранять. Вот нам становится понятно. Но уже работать с этим вещами мы будем делать при помощи того, что мы знаем. Вот так вот действительно эффективное изучение языка идет. Ну а дальше по ходу в школе все поймете. Пользуйтесь в школе чем? Здесь есть такая вещь, как путеводитель, где в принципе есть советы, что и как делать, и потихонечку. Здесь в школе получается пришли, поставили линукс, разобрали с СД и погнали по языкам, погнали по фреймворкам дальше, потом пошли в разработку. То есть иными словами стать профессионалом только в ваших руках. Спасибо за доверие. Сайт кто начал с этого видео spb-retude.ru